Здравствуйте, уважаемые коллеги! Представляю вам очередную налоговую новость. И на этот раз новость будет связана с налоговыми льготами для налогоплательщиков Дальнего Востока. Именно данному вопросу посвящен законопроект, реквизиты которого вы видите. И данным законопроектом предлагается освободить налогоплательщиков, которые находятся и осуществляют свою деятельность на Дальнем Востоке, от основных федеральных налогов. Как видите, это НДС, НДФЛ, налог на прибыль и другие налоги. Перечень этих налогов вы видите. В пояснительной записке к законопроекту указывается на то, что Дальний Восток – это наиболее малонаселенный регион Российской Федерации. Там проживает всего 5% населения. Кроме того, этот регион отличается суровыми климатическими условиями. И, исходя из этого, автор приходит к выводу о необходимости поддержки данного региона, в том числе путем освобождения от основных налогов. И, по мнению автора, это позволит как развивать в целом регион, так и поддержать жителей региона. Ну, вполне ожидаемо, что на данный законопроект поступило отрицательное заключение правительства. Во-первых, указывается на то, что данный законопроект приведет к серьезным выпадающим доходам федерального бюджета. При этом авторы законопроекта не приводят каких-либо источников для погашения соответствующих выпадающих доходов. Кроме того, в заключении правительства отмечается, что в налоговом кодексе и так достаточно много льгот, которые предоставляются именно для налогоплательщиков, которые находятся на Дальнем Востоке. Ну, в целом, ожидаемо, что данный законопроект не поддержан правительством и также он не будет поддержан Государственной Думой. Помимо всех прочих отрицательных моментов, связанных с данным законопроектом, следует заметить, что его принятие привело бы к формальной миграции налогоплательщиков на Дальний Восток. То есть, иначе говоря, как организации, так и физические лица стали бы регистрироваться на Дальнем Востоке, но при этом не проживать там. И все это делалось бы для того, чтобы получить такие достаточно существенные налоговые льготы. Это, безусловно, привело бы к еще большему увеличению размера выпадающих доходов федерального бюджета. И понятно, что как правительство, так и большинство Госдумы этого допустить не может. Но в любом случае, сам по себе законопроект достаточно интересный. И отмечу, что интересная и пояснительная записка, там приводятся такие познавательные факты, которые могут быть интересны тем, кто занимается налоговым правом. А на этом все. Спасибо за внимание. До скорых встреч.